Ну вот, на афише, которую я специально готовил для этой вашей встречи, вот там были два портрета Николая Голованова и Леопольда Стаковского. Ну вот Голованов знаменитый, конечно, дирижер, мастер, рубатум. В конце жизни Гурт Зандерлинг сказал, что Голованов, конечно, дирижер, он мог вынимать из оркестра все, что ему надо, фантастический контроль, любые звучания. Но то, что он делал с музыкой, это преступление. Вот это бездна непонимания новейшего искусства, которое, кстати говоря, и обожание, и шельмование, о чем у нас речь впереди в связи с Вайнгартнером, темпу рубату и рубату дирижеров, рубату исполнителей, они сходятся в пункте непонимания, зачем это нужно. И, конечно, Гурт Зандерлинг в этой своей резкой реплике, что вот в отношении Голованова к музыке это преступление, это как раз бездну непонимания. То же самое, ну не в такой резкой форме, выразил Кирилл Кондрашин. И не только по отношению к своему предшественнику Голованову, который, как я подозреваю, кстати, из-за него лишился роков, за гробу уволен из Большого театра в 1953 году, поскольку Кондрашин был неповидно из меня, извините за эти углитовые подробности, с зятем Маленкова, то тут после смерти Сталина все разгулялись. Голованов был уволен, как сталинский кадр, и на его место поставлен Кондрашин Большой театр. Так вот, и Кирилл Кондрашин в конце жизни в своей книге «Од одно из двух», по-моему, говорит об этих эксцессах. Но Балта тоже явно не понимает, зачем это было нужно. Теряются шагалки. Такие крупнейшие фигуры, как Паделевский, Шабенка, Бузо, они, как Ленинград, Шабенка, это множество вычеркных изменений, темпа, иногда даже руки не совпадают друг с другим. Но он уже какой-то шаг, какой мышец, руки не совпадают. Это вот Кондрашин из своей книги «Мир дирижера. Технология вдохновения». В 1976 году, издана была здесь, в Ленинграде. Так вот, Голованов много записал «Вагмара», что вообще невероятно удивительно, в послевоенном Советском Союзе в конце 40-х годов, вот в том числе, в режиссерах, к мистер Зингерам. КОНЕЦ 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 Болованов может не только сделать сместная развивающуюся формулой развивающейся, создавающихся идей о сонатной логике, как у Артура Месс-Бердингера, на миниатюре, в моде Лакониза Рахманина, и получить подлинную сонатно-симфоническую идеологическую форму за счёт разного движения внутри, и построения их кадаусов. И то же самое он делает в «Бальсе фантазии Грина», казалось бы. Ну, конечно, да, симфонизированный вальс, намёки на будущее, вальс как часть симфонии. Всё это, скорее, мы знаем только абстрактно, да, головно, да, умозрение. А вот услышать это практически нет цели возможностей. А вот запись Главанова, запись вальса «Фантазии Гринке», даёт эту потрясающую возможность услышать настоящую симфонию, которую Михаил Иванович так и не написал, хотя было несколько попыток, настоящую симфонию за счёт вот этих модуляций движения в «Бальсе фантазии». И вальс, и вальс, и вальс. И вальс. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok